Друзья мои, всем привет! Как же наладить отношения с женой или просто отношения с женой? Для кого-то это целая проблема, поэтому сегодня будем разбираться. Я очень рада видеть каждого из вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина, и мы будем говорить о самых-самых важных моментах, которые вы должны учитывать в ваших отношениях. Действительно, люди, которые живут достаточно долгое время вместе, уже привыкают к друг другу, уже, так сказать, считают себя близкими, родственными душами, и часто их отношения немножко перерождаются. И вот здесь, конечно же, нужно обязательно понимать ту роль, которую вы несёте в ваши отношения. На мой взгляд, это крайне важно сделать, то есть именно разобраться с той ролью, кем вы являетесь. Соответственно, если вы хотите, чтобы ваши отношения были всегда на хорошем уровне, всегда на высоте, то вы не должны из роли жены или мужа переходить в роль брата, друга, ребёнка или какие-то другие роли. Сейчас я вижу в этом целую проблему, действительно. И проблему ещё часто вижу в том, что многие женщины начинают... Тут есть определённый момент, что в отношениях должно всегда что-то происходить. Почему люди там встречаются, да, потому что друг другу понравились, и, соответственно, есть страсть, есть какая-то влюблённость, есть вот этого полыхания огня, так сказать, вот это вот полное страсти, душа и так далее. И когда постепенно, постепенно, постепенно вы находитесь в отношениях, и эти отношения постепенно, постепенно приобретают ту... Там появился ребёнок, соответственно, и вы уже не смотрите на мужа, как на мужа, вы смотрите на мужа, как и на отца. Одно дело, это там неделя после родов, а другое дело, там год после родов, да. Почему очень большой процент разводов приходится именно на это время, что женщина не может абсолютно переключиться из одной роли в другую роль. Я не просто так делаю вот такое вот вступление, чтобы было понятно. И почему я говорю, что в отношениях всегда должно что-то происходить. Опять же, за там свою жизнь я не видела каких-то идеальных отношений. Я, если честно, в это вообще не верю. Не бывает, на мой взгляд, идеальных отношений. Даже если вам с виду кажется, что это всё прекрасно, вы не знаете, что на самом деле происходит в конкретной семье и в конкретной паре. Одно дело вместе сфотографироваться и выложить там фотографию. Другое дело, то, что ежедневно происходит в отношениях. Опять же, отношения это определённая работа. И многие здесь вот вопрос к женщинам. Что женщины считают, что если я вышла замуж, то всё, галочку нарисовала. И вот это основная, на мой взгляд, ошибка. Что женщина думает, что всё, это её мужчина навечно, всё, она его застолбила, заклеймила, что угодно, да, скажите. То есть всё, этот мужчина конкретно её. Но ведь на самом деле, друзья мои, это не так, да. Что и женщина, что и мужчина, у них же там остаётся слух, зрение, там, обоняние, чувства. И, конечно же, если вы над этими отношениями не работаете, а считаете, что всё, я вышла замуж, могу делать, что хочу. Это первый момент, то, что касается женщин. И второй момент, который я заметила, что сейчас женщины очень сильно раскидываются мужчинами. Вот меня это удивляет. Опять же, я ещё раз повторюсь, да, не бывает идеальных отношений. Но бывают мужчины, действительно, хорошие мужчины, которые долгое время не могут себе найти женщину. Я это вижу среди женщин, что вот сегодня с одним, через там два месяца с другим, чем тебе тот не понравился, я разлюбила. Но, друзья, одно дело разлюбить там в 18, да, летом в 20, в 25, другое дело в 40. Ну, опять же, да, могут быть какие-то проблемы. Я не спорю, да, я за то, что идеальных отношений не бывает. Везде есть свои моменты, везде есть свои проблемы, но нужно всё-таки, на мой взгляд, уметь найти в себе силы обсудить, что тебе нравится, что тебе не нравится. И здесь я хочу обратить в вас ваше внимание на ваших бабушек и дедушек, у кого-то там прабабушек, прадедушек. Ведь такого процента развода действительно не было. Да, и опять же, я не говорю, что всё было идеально в их отношениях, но, тем не менее, у них не было такого, что как, что, давай расходиться. Как, что, там, ничего не обсуждается, давай расходиться, разводиться, разбегаться. Ну, такого же не было, да, они могли там друг с другом не разговаривать, там, я не знаю, там, спать в разных комнатах. Но такого большого процента разводов не было. К чему это ведёт, на мой взгляд? Это ведёт к детям, которые абсолютно с неуравновешенной психикой сейчас. Сейчас мы в каждом взрослом видим маленького ребёнка, недолюбленного ребёнка, потом начинаем копать в проблеме, копаться, и видим, что там действительно тяжёлые отношения с родителями, у родителей были. И когда мы потом спрашиваем, почему ты не хочешь замуж или жениться, мы находим огромное-огромное количество разных заготовленных заранее ответов, понимаете? На мой взгляд, это тоже определённая проблема. Поэтому прежде, чем пороть с горяча, разводиться, собирать вещи, немножко подумайте. Я не говорю, да, бывают ситуации, что нужно, там, брать вещи, бежать, без вещей, с вещами, куда глаза выглядят. Но если, в принципе, у вас более-менее нормальные отношения, и сейчас за это вот многие психологи активно выступают, что нужно здоровые отношения и так далее, но, к сожалению, обычно сами таких отношений не имеют. Поэтому ещё раз задумайтесь, идеальных отношений не бывают, ищите силы себе разговаривать и находить компромиссы. Друзья мои, а мужская мощь вам в этом поможет. Мужская мощь, комплекс, разработанный мной специально для мужчин, оказывает потрясающее воздействие на мужской организм, улучшает потенцию, эрекцию, восстанавливает либидо, улучшает сперматогенез. И мужчины, а главное, их жёны отмечают потрясающий эффект. Поэтому я вам его крайне рекомендую. Первая ссылка в описании для заказа. Всем пока-пока и до новых встреч.